Всем привет, меня зовут Надя Ншмаффин. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется С любовью, Сэм. Это вроде бы как хоррор, но тут под вопросом. Так. Я включила свет, и тут у меня сердечко. Сердечко. Меня встречает сердечко, когда я включаю свет. На дворе 2010-й. У меня туалетная бумага рядом. Зачем? Хотя если я мальчик, я не знаю, Сэм. Я Сэм? Так, это мои шмотки. Журнальчик. Заперто. Карандашик. Сюда положу. Кучку мусора. Идет дождь за окном. Выключить, выключить. Тарелка. Грязно. А, у меня прям такая компактная квартира. Чайничек. Микроволновочка. Помоечка. Кастрюлечки. Сразу видно, что человек и одинокий. Много вещей у меня нет. Да много вещей мне не надо. В холодильнике остатки пиццы. И ничего. Тут картина. Какая-то водная баталия. Интересно. В шкафу пылесос. Ботинки. Совсем нет одежды. Наверное, все-таки мальчик. Дверь заперта. А что у меня тут тогда? Туалет. Окна. Ой, зеркало не работает. Сегодня зеркало на отпуске, поэтому я не отражаюсь. Вот моя ванная. Вот такая у меня небольшая квартирка, в которой я живу. Так. Мне надо сесть и написать мои грязные маленькие секреты. Что ж, ну поехали. Отчитать, двигать. Последний человек на земле, сидящий один в этой комнате. Тогда кто-то стучится в дверь. Я никогда не заботился о том, чтобы вести дневник. Но сейчас это выглядит так, как хорошее время начать. Почему? Потому что после всех этих лет я не могу забыть о том, что стало светом в моей жизни. Я знаю, это звучит слишком драматично, да? Я все-таки девочка. Зная Брайана Калмера, как... Как что? Как одна связь оставить большой чанг Ризюди. Скажем так, этот дневник – это что-то о том, почему я ушла из наших отношений. То есть она встречалась с этим парнем Брайаном. Три года, нет, три года прошло. И мир вокруг меня все еще такой же. Что ж, особенно для меня я смотрю на мумифицированный труп. Что я бы должна была сказать, если бы он увидел меня снова? Оставить Розен Пик в моменте, он выпустился из старшей школы и поехал в известный колледж своей мечты. С тех пор я только в моих воспоминаниях возвращаюсь к нему. Это было бы прекрасно, если бы он испытывал что-то такое же. Когда ты любишь кого-то, его существование становится, видимо, занозой в твоем мозгу. Не имеет значения, как много изменений... Бэта, что значит это Бэта? Какая-то приблуда странная. Как много... Может, это Брайан, типа Бэта, типа Брайан? Не имея значения, как сильно он изменился, я буду всегда знать его. Но будет ли он также знать про меня? Я люблю Брайана, но он был не самой милой персоной, что я помню. Прошло три года с тех пор, и, возможно, он забыл обо мне. Или я даю ему маленький кредит? Типа, надеюсь, что он меня не забыл, может быть, чуть-чуть. А, так что перейдем к самому большому вопросу. Он меня помнит? А, Круг обрисует свой ответ. Ну, если прошло три года, и он с тобой никак не связывался, мне кажется, вряд ли он ее помнит. Нет. Кто я такая, чтобы шутить? Словно это имеет сейчас какое-то значение. Брайан прекрасный человек, и все такое. Но после всего того времени я не могу быть уверена в этом всем. Я надеюсь, что наше время вместе что-то значило для него. Достаточно заставить его... Чего-то череш, не знаю, что такое череш. Даже в одних из темных вещей мест дней. Говоря о таких воспоминаниях... Я вспоминаю, что случилось в... Джоа Диннер, это, видимо, какая-то забегаловка. Мы пошли в мое любимое место, потому что оно начинало быть... Также оно начинало быть любимым местом этого Брайана, куда мы ходили. Есть две вещи, что очень хороши для Розен Пик. Это Брайан и вот эта забегаловка. Написано... Лучшие блинчики в мире. Лучшие блинчики. Пять звезд. Вещи могут быть такими простыми, когда к ним возвращаешься. Брайан просто говорил, эй! И я говорил ему, привет! Ничего такого, мы просто зависали вместе после всего этого, посещая Колтон-Хилл. А у нас были такие прекрасные вещи вместе. Ты помнишь мой голос? Скажешь ли ты мне... Эй, еще раз. Время... Или время уже разрушило все наши моменты и воспоминания? Ой... Что? Неизвестный. Я отклонила. Мне надышивают в трубку. Чего? Я просто хочу сказать ему привет каждый раз, когда я его слышу. Но что, если я хочу сделать, и я могу сделать, это две разные вещи. Просто наслаждаюсь присутствием Брайана на другой стороне телефона. Брайана... Это тоже своеобразный путь к удовольствию. Он был таким... Игером знать, что кто звонит ему в середине ночи. Может, он был раздражен. Не знаю. Я желала бы, чтобы я могла проникать в разум людей. Посмотреть их глазами. Ну, типа, как они видят мир. Если бы у меня был... Так, я теперь поняла, почему это хоррор. Что-то мне не по себе стало. Подожди, что-то... Подожди, я выкинула куда-то. Первый день. Помнит ли Брайан моменты, когда он пришел в мою жизнь? Для меня это ясно, как тот момент, как он ушел. Так ясно, как падение, как разрушение наших отношений все еще ранит меня глубоко в сердце. 21 августа, 2006, первый день. Это одежда для дебюта. Я восхищаюсь твоей конфиденцией, Сэм. Если что-то... Мои... Мои года в старшей школе закончились. Первый день в новой школе и новая девушка в городе, которая классифицируется как нежеланная, как королева в Айврайт Академии. Я потратил последнюю ночь, говоря себе, успокойся, Сэм, успокойся. Но все выглядело так, словно я трачу время, подбирая лучшую одежду. Я пытаюсь не заботиться о том, как много растворяюсь, но все же дети уже смотрят на меня, и я чего-то выгляжу, как конфетка для незнакомцев, пакуюсь во что-то хорошее, но ты знаешь, что что-то рыбное здесь. Судить их осуждающие шепоты. Они не знают о том, что я приняла эту трансформацию или переезд. Это было меньше, чем 24 часа назад. Я переехала в Розенпик, и я уже наслаждаюсь сидением в одиночестве в моей комнате, в общежитии. Больше, чем принятие социализации с людьми, которые будут называть меня городской девчонкой. Что ж, выскребите это в своих хилибилях. Кроме того, я решила не усиливать себя, не заставлять себя делать друзей после того, как мой старый друг решил включить меня. Я всего лишь надеюсь, что парни оставят меня в покое. Я завела дневник, потому что он поможет мне продержаться в этом всем хаосе. Я не заводила дневник с детства, но теперь это хорошее время, чтобы все начать заново. Кроме того, мама дала мне этот совет. Я почти забыла позвонить ей. Напишу тебе позже дневник. Мой настоящий друг. С любовью, Сэм. То есть у нее были проблемы социализации. Да, жизнь в Розенпике была полна, словно горько-сладкие конфеты. Не очень вкусные, но ты учишься ими наслаждаться. А, не имеет значения. Мое сердце врет. Это где мое сердце врет. Я написала поэму для Брайана в своей памяти. Он использовал струглые мисс Лейзли на уроках мисс поэзии мисс Лейзли, даже если он не сильно старался. Мисс Лейзли всегда говорила нам, поэзия это не о том, что ты используешь забавные слова. Это о твоих чувствах, поэтому посвятите себя работе. Что ж, вот так я себя чувствую. Я слышу его шаги перед дверью. Сердце наполняется желанием. Он идет по лестнице. Сердце красное, словно огонь. Но прежде чем его дух придет, мне нужно ответить на звонок двери. Походу так. Тук-тук. 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 Никого. август 22-й, 2006-й. Стэйси классическая. она из тех, кто говорит всякую хрень о моей любимой старой футболке. Она также прыгает в дешевой подростковой драме, театре, видимо. Блондинка, горячая, всегда говорит, всегда чирлидер. она даже имеет качка как парня. Я не хочу начинать с ней говорить о всяком дерьме, что-то и о чем-либо, что... Но как я могу типа восстановиться? Каждый раз, когда я вижу Стэйси, это триггерит меня каким-то, видимо, взглядом в спину, я серьезно начала думать, что она под проклятием, что... А, ну, типа она сверлит ее спину и проклинает, вот примерно так, наверное, что что-то ее убьет, если она прекратит говорить с кем-то еще. Я Стэйси, я прекрасна. Там рисунок. К несчастью, копирование с ее... или терпение ее сучасти, это не самая тяжелая часть дня. Мама позвонила снова, так как она знает, это просто радуга и бабочки... А, ну, типа, она думает, что здесь все прекрасно и радужно в Розенпик. Я все еще помню, как... какое было лицо, когда она... когда я ей сказала о том, что мое заявление приняли в этот университет, видимо. Никто из нас не ожидал, что я... мне подтвердят переезд в 11-м классе. Даже если она сказала мне, что понимает мои нужды переехать из города. я действительно чувствовала вину, оставляя ее одну, даже когда... если это вина отца... Хотя на самом деле это все вина отца, потому что из-за него их семья развалилась, примерно так. ты уже использовала свой последний побег, шанс на свой последний побег, Сэм, теперь оставайся наедине со всем этим дерьмом. это не для тебя, это для мамы. Эй! Другие ребята из Вайврейта были такими предвзятыми. Двери всегда открыты, даже когда я, типа, дергала ручку. Но дверь Брайана всегда была закрыта. и так красиво разрисована. Все, всем он нравился, но я не хотела, типа, дать ему открыть ее. Я знаю, что это было что-то больше, чем просто милая краска. Что-то, что-то скрывалось за его яркой улыбкой. Но с другой стороны, возможность зависать с ним была достаточно хорошей для меня. Достаточно, чтобы заставить меня хотеть никогда не пересекать его сторону. Даже. Или никогда. Нет, ever. Ever forever. А что, все замокло? Почему так стало? приколы? Эй! Это что за приколы? мои первые каникулы или выходные в Розенпик. Это маленький городок, наполненный всякими... словно превосходный город для того, чтобы быть в жанре мистики или хоррора. милый лес, бесконечные холмы и озеро в центре, скрывающие пару мертвых тел. Я бы заплатила за визит на озеро однажды и взяла бы там великолепные кадры, типа, пофоткала. Но сейчас я просто оставляю этот этот поход в свой туду-лист, типа, лист, который я однажды сделаю, который уже заполнен всякими сумасшедшими пунктами по домашке. Я... Сейчас я знаю, почему молодежь в этом месте пытается стать лучшими и уехать подальше от школы после класса, сбежать из этого удушающего давления, которое учителя на нас оказывают. Даже на выходных миленькие девочки вроде Стэйси со своими бейфрендами уезжают в поездку и другие делают публичный... используют силу публичных транспарантов, чтобы исследовать какие-то части города. поезды... Оно ощущается очень тихим и словно никого нет в школе. Но я не чувствую себя одиноко, как в Сан-Диего. Меня нет... Я не хочу насмотреть на всех. Я знаю, что они повернут свои лица... отвернут свои лица от кого-то вроде меня, словно я какой-то демон у меня нет воспоминаний о том как вообще вещи изменились в один момент переезд это было нелегко и очень типа хлопотно поэтому я постоянно была занята и это было не так тяжело так что а как мне теперь проводить свое время типа после учебы напишу тебе позже с любовью сэм она писала себе письма а у меня вообще ничего не работает тут то работает интересно у меня окно куда-то в этот стену ходит брайн всегда проверял свои лимиты это было больше план всегда так пушил до давил но это было хорошо для него нет в этом он был хорош в давлении вот почему он стал лучшим кветербеком своей команде в старшей школе то есть он играл в их американский футбол брайн был лучшим квотербеком вайврайта которого могли бы ну типа о котором говорили видя как он бежит поля чем-то наполнялись и это триггерило меня на что-то со мной что-то сделала меня за что-то захотелось что-то вроде этого заставляла меня хотеть поймать его прежде чем его чем убежит он я никогда не увижу его снова из всех чувств и мыслей я была на меня больше всего давила без остановка без короче отсутствие отдыха моего мозга с постоянным сердцебиением это давало мне плохую головную боль хороший вид головной боли я хотела чтобы это прекратилось я хотела чтобы это никогда не прекращалась ну кстати есть такое да с одной стороны ты чувствуешь себя вроде хорошо с другой стороны ты чувствуешь что какая-то беда от этого грядет поэтому такое раздвоенное ощущение ну просто кто-то вроде браина подошел ко мне сказал эй и вся эта головная боль ушла это было лучшее описание которое я могла бы спросить хай уходи боль и оставь только хорошие вещи а чего мне нужно что-то написать чего ты чё такое чё я и не сделала хай 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 август 31 воеврайт не так полон умных людей я посещала библиотеку чтобы подписать книгу мисс лейзли сегодня и две вещи меня удивили это место больше чем кажется чем то что было в моей старой школе кто-то здесь могут может потеряться у меня сильное чувство что люди редко посещают библиотеку возможно не боятся потеряться место было слишком чистым даже книги как будто их никто не трогал я была удивлена если стоять и даже бы подумала о том чтобы взяла взять книгу кто-то с ее восхищением и и бойфрендом кали или татушкой кали весь день я сомневаюсь что она вообще находит на это время если она принадлежит кайлу то кто читает для нее к серьезно я хочу видеть так далеко словно он занят реагирую чтоб прийти что шиннинган чтоб шиннинган попал в рот стейси так это не имеет значениями нужно концентрироваться на себе больше чем на всех этих школьных делах но она чё-то прям за эту стейси нужен как хочет от стейси так и живет что тебе надалась если на тебя не третирует то и похрен как бы открыть глаза не нужно больше слов милейшие песни о любви истекают из этих глаз обернись и спой для меня чё ты кто нахрен нахрена ты ему пиццу пожрал сволочь ветка мало того чтобы бардак навел так еще и посуду все на это чё какая нахрен ветка какие нахрен люди в моем доме чего блин я скучаю по нему даже когда я с ним я хочу видеть его даже когда он не смотрит снова посетил библиотеку множество людей не то что раньше и среди них был брайан он чего то он выглядит как мажор и что-то шляется по библиотеке словно у него какие-то стандарты он здесь чтобы взять книгу для мисс лейзли под подпись я была слишком близко к нему пытаюсь увидеть что что он берет и очень надеялась что это что он не заметит меня я я знаю что возможно я выгляжу как какой-то гик и это довольно крипово ой это я ненавижу восхищаться но видя брайана в библиотеке сегодня что-то типа это было только событие для дневника возможно потому что только единственный человек привлекает не дает мне такого ощущения что что кто-то говорит за моей спиной кроме того сегодня вход более значимый поход более значимый чем я написала вчера мне нужно проверить свою книгу напишу позже с любовью сэм может она это типа она переехала в город была одинока все относились к ней не очень она увидела этого брайана влюбилась у нее поехала кукуха однажды он стал смотреть на меня тоже только чтобы я это очень неприятно я хочу вам сказать только чтобы реализовать что я была с ним какое-то время словно бугимэн под кроватью спящего ребенка что опять что-то происходит надо посмотреть под кровать опа надо посмотреть под кровать можно без скримеров ладно чего ты не нашла ничего тебе нужен фонарик какой-нибудь блин а эта игра страшная я не знаю кому как а мне очень не по себе давно со мной такого не было ты можешь еще раз залезть она шарит там шарит и ничего не находит может мне все таки нужно найти фонарик какой-нибудь нет ну там записка у меня есть какой-нибудь фонарик возьми телефон нет батареи что такое где фонарик взять давай микроволновку туда дотащим у меня правда нет фонарика если у меня нет фонарика как я вообще найду что-нибудь ничем я из холодильника ничем не подсвечу не мне что-то надо ну и чё палкой а палкой ладно вот для чего палка так 7 сентября это был мистер кейн девятый психологи класс и он что-то пришел с какой-то дурацкой активностью в это время он каждому давал из нас маску и мы должны были представить нашу персоналити рисуя видимо на ней снова это был класс психологии последняя вещь что я хочу делать прямо сейчас это открываться другим так что это были следующие 30 кринж минут где я руководила создавая один из более базированных масок персоны персоналити который бы отражала меня если моя маска была бы покрыта словами там бы было написано я человек персон человеческая персона но я не такая тупая для этого упражнения чтобы поглощаться в него прямо сейчас когда маски были сделаны Брайан да снова он улыбнулся мне типа того это было 11 утра почему я пишу об этом это был какой-то случай но я все еще не знаю почему он очень типа очень представляется мне в моей голове словно отдых от всего класса ладно это был отдых от дня дурацкий мозг все еще хочет экзекуции вспоминая что сегодня тест по математике а я еще и так могу читать я хочу сказать что это страшная игра она реально страшная если вам интересно какие игры меня пугают эта игра меня пугает она сука капец какая не уютная это вам не скримеры лепить из всех сторон хотя ну это наверное тоже какому-то роду скримеры но тут прям игра создано так что не очень как Брайан помнит меня как друга как кого-то странного как лжеца после всего он ведь не знает меня он действительно не знает меня никто не знает вот я ношу множество масок чтобы выжить в старшей школе это я что Брайан знает лишь по слой за слоем словно как сфабрикованное представление не представление картинка я никогда типа его не выключала не выключала я я никому не позволю видеть как я видимо странно я была мне хочется сожрать себе заново самое худшее что Брайан полностью меня оставил даже даже когда хрупкость слоев типа разрывалась я не могла сдаться типа снять их вот такая покрытая дырами прежде чем кто-нибудь через них посмотрит покрой их не позволь кому-то увидеть мое лицо найди ложь не говорите со мной сука если здесь будет скример я умру минусь холодных холодных нужно три записки надо на время найти но где-то рядом что это нахрен то есть мне походу на время надо найти да записки иначе скримак так найди ложь ну ладно я знаю где остальные на кухне тут что-то явно говорит я уже проверял это все я уже проверял это все я уже поиграла так где эти записки дурацкие холодно ну ладно так где-то ну ладно королевство возвышенность пассивность неправильно на как ложь это было возвращение книгам что я проверяла когда он ушел в неизвестность эй что еще бы посчитать читаешь что-нибудь и не знала его голоса когда он что-то видимо сказал мне но мое сердце было как-то словно словно пропустила удар брайан видимо тыкнул меня в плечо чтобы получить мое внимание сам правильно я видел что ты делаешь и что ты приходишь и выходишь из библиотеки он сказал это с милым голосом я типа не сталкер или что-то такое я пришел сюда я хожу сюда время от времени чтобы подписывать дурацкие идите ну сдавать короче книги а так я вообще-то больше фокусируюсь на моих играх он сказал что он не нашел чего-то интересного почитать и он думал о комиксах которые могли бы видимо занять его время мой разум все еще был весь замутнен я помню как он сказал как насчет мизери а я помню как я сказала как насчет мизери стивен кинг достаточно хорош чтобы начать его читать ну чипа это мизери я вроде думаю что парням вроде нравится история с кровью и сломанием костей правда о боже я не знаю не звала его как отдых нашего разговора прошел он сказал увидимся позже в какой-то момент я сказала да увидимся мизери реально ну так и реально хороша конечно сэм если брайан не знает тебя как какую-то странную девчулю то теперь он знает что ты странная что я сделала что я сделала для брайана все для него потому что я люблю его почему он не может этого понять другие другие только отравляют я же так то реально о нем заботиться но брайан даже не принимает эти вещи в расчет что я делаю для него я никогда не хотела какой-то драмы я просто хотела жизнь как в поэмах или книгах нежная милую любовную историю написано для его глаз это так было здорово и она была не для кого кроме как для брайана я надеюсь что брайн помнит наш маленький мир даже если он забыл об этом я сделала ему карту где мог бы найти путь назад и я думаю что это хорошее время вернуться назад сейчас брайан давай вернемся в наш маленький мир где все твои любимые места навеки спрятаны в моем сердце а чё они такие ой а чё они такие окровавленные закусочные блинчики парк качалка и библиотека не знаю что это такое прихмахерская книги покемоны гора вернусь и я думаю что это было хорошее время вернуться на озеро словно историю кота у которого есть история про мертвое тело в нем я знаю это потому что я гуляла типа мимо я гуляла потому что брайан позвал меня погулять чего это все случилось как факт я была снаружи ярде читая когда брайан шоу вышел откуда-то из ниоткуда снова снова он сказал мне эй и начала ему рассказывать о том как он наслаждается книгой и о том что он никогда не читал какие-либо книги дважды в своей жизни и с тех пор он типа главный он пригласил меня ему он предложил мне дать чтобы он проводил меня по городу экскурсию по городу сделал 10 минут спустя мы уже зависали джо диннер а здесь самые мировые из местные блинчики сказал брайан это также там также были аркадные автоматы через куда мы пошли после ужина брайан ненавидит это место потому что там тусят в основном десятилетки магазин донатов который брайан обозначил как мы должны зайти к несчастью музыка в магазине не сильно ему нравилось ему нужно было типа в ресток я нашла мой наш не знаю какое-то особое место книжный магазин это было странно видеть как книжный шкаф и спортзал стоят друг от друга вместе типа на продруг нам против друга в конце тура меня наконец-то появился вкус этих милых блинчиков через окно я видела какой странный гигантский холм был виден через комнату моего общежития брайан также рассказал мне секрет базы о том какого тут рода он шутил что возьмет меня туда если я буду достаточно крутая после ужина брайан подвез подбросил меня до ну типа сходил с ней до автобусной остановки и пошел встретиться со своими друзьями я была так возбуждена но также так захайплена своими лимитами что я не могла уснуть как как я вообще могу пережить тот день который выглядел как настоящая мечта мне не хватает сердечко но тут есть нет хочу сердечками делать куда их а вот сердечки я скучаю по утреннему дью донату шопу брайан никогда не переставал говорить о донатах он они были очень сладкие словно сердце брайаном каждый укус словно отправлял воспоминания он был словно до на донат у которого кончался срок годности он становился холодным и горьким я скучаю по теплоте я скучаю по сладости мне это нужно мне нужно еще раз это съесть мне начать сожрать донатик я скучаю по твоему по твоему теплу хорошо как сожрать может сожрешь не хочешь там это обветриваться будет ну ты будешь жрать или чего нет надо сожрать сожри 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 жрать как жрать что унитаз выкинуть сожри сожри блин женщина может подогреть просто что то я не подумала ну-ка подогреть ну что работай а это ее сердце и оно еще и лопнуло ключ а ключ от шкафчика это что это рисуночек а это что это маркер Големы сегодня чего-то там выступают. Я теперь знаю, почему они сказали Брайану и Кайлу, что им нужно больше чуваков. Это они позвали их как великолепное дуо, если только Кайл не салат из душа. Я имею ввиду, что чуваки, чье имя татуировано на его руке, назовите меня старомодной, но я думаю, что ему нужно пойти в госпиталь и поправить свое эго, потому что оно, блин, чересчур большое. Он оставил меня одну, чем дал мне ужасный голод, когда я поняла, как Стэйси могла зависать с кем-то вроде него. Но Брайан, он должен сказать, что мы иногда становимся друзьями с теми, кто, видимо, совершенно на нас не похож. Возможно, это не такая уж и странная вещь. Для меня реальная победа, что фотографии, что я дала Брайану... А, для меня реальная победа, что я, видимо, сфоткала Брайана. Ты посмотри на себя, Сэм Холт. Ты настоящий восходящий тинейджер-сталкер. Принеся полароидную камеру, я годами была, типа, гиком по фотографии, так что это сейчас хорошая идея. Вздох. Я знаю, что я обещала себе оставаться подальше от людей, оставаться подальше от драмы. Но когда я вижу Брайана, он говорит со мной, ощущение, словно, возможно, чуть-чуть, что все нормально, если будет немножечко маленькой драмы для меня. Я не готова принять поражение своих чувств, но сейчас у меня есть эмблемка. Посмотри на это плечо для того, чтобы выплакаться. И я просто прячу под моей кроватью несколько фотографий, что я сделала сегодня. То есть она его фоткала. Я ненавижу каждый момент, когда я не была с Брайаном. Это было беспомощно. Я была беспомощной. Каждый день я хотела позвонить ему, чтобы просто пообщаться. Но я боялась, что Брайан может подумать так же, может думать иначе. Это могло даже ранить его репутацию. Когда я наконец-то смогла согласиться с нервами, чтобы позвонить. Все, что я могла сказать, это привет. Это было так далеко поздней ночью. Словно, когда уже, видимо, просто поговорить было немножко поздновато по времени. Я повесила трубку, надеясь, что он знает, кто на другой стороне линии. Я помню это сильное, горящее чувство, что приходит ко мне, когда я ему звоню. Это красное, фееричное чувство. Красное. Мне кажется, нужен маркер. Возьми маркер. Такое красное. Красное повсюду. Нет, кажется, мне не надо сюда. Закончит то, что ты начала. Сердце. Кто-то упал в моем коридоре. А, тут еще есть. Опс. Что такое? Не закрывается. Нужно закроется. Он нашел. Он залез через окно. А, меня вытащили во двор. Чего? А, вон там что-то. Сэм, стряфь меня в Колтон-Хилл. Ты знажден найти меня, Брайан. Что? Я все еще не закончила отчет по книгам мисс Лейсли. Только если я не хочу быть, видимо, отчисленна. Не стоит почитать. Возможно, мне стоит перестать читать подростковые любовные романы. Но есть одна причина. Я думаю, эй, почему нет? Что-то премис для Мингленд. У Дженни был большой краш из ее детства. Друг Михаэль. Но она не воспринимала Михаэля как ее и восприняла просто как друга. Она чего-то, какое-то решение, что, типа, вокруг него было много девчонок. Тогда она начала делать лист базированных девчонок, которые также... В которых мог влюбиться Михаэль. Она планировала сделать лист, чтобы быть чего-то уверенной. Если я могу закончить читать книгу завтра, у меня будет возможность закончить расчет о том. Потому что останется время. Я удивлена, как Брайан делает эти все домашки. Почему я ему интересна? Почему он спрашивает меня о помощи с чем-то вроде его работы? И я рада соглашаться. Почему я это делаю? Потому что, помогая Брайану сфокусироваться на его практике, так он получит трофеи для нашей любимой школы. И станет безопаснее сказать, что... И я могу сказать, что я принимала часть в большом деле. Это же прям моя персональная причина, правильно? Подожди, куда-то. Я так... Я слишком сильно хочу быть к Брайану. Так близко, что я могу заглянуть в его голову. Так близко, что я могу рассказать ему о самых своих глубочайших желаниях. Это ты. Так близко, что я могу шептать. Не уходи. Не уходи, не оставляй меня. Не улыбайся другим. Не оглядывайся. Не смотри прочь. Не оглядывайся. Не надо. Не надо. Ё-воё. А, нет, всё равно меня это перевернул. То есть мне надо смотреть. Всё, просто смотреть. Не трогай меня. Не трогай меня, чел. Нет. 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 Чего? Стэйси пригласила всех на позднюю победу вечеринку в её доме в эту пятницу. Странно, что она сказала и мне тоже, когда мы встретились с ней в коридоре. Причём сама. Это акт, не знаю, достаточно поверг меня в холод. Как сама королева красоты, вроде Стэйси, могла показать свою толерантность кому-то вроде меня. Я предпочитаю отмечать тихо в моей комнате, но на вечеринке практически был Брайан, и я подумала, что я буду очень грубой, если я не пойду туда. Это было ничего, ничего такого, но это было бы мило, если бы мы встретились. Я могла бы показать ему, плюс я, возможно, могла бы посмотреть на лицо Стэйси, когда она увидит, что я нервничаю, чтобы показаться. А, хочу прийти, чтобы не показать, что я нервничаю. Возможно, просто возможно. Я могу даже её нахрен послать, если я буду разговаривать с Брайаном, пока Омега зависает с Альфой. Как Омега может зависать с Альфой? Кайл был занят комфортным воспребождением Стэйси, словно какой-то беспорядок в экосистеме. Никакого давления сам. Просто напитки, и надеюсь, что смогу поговорить с Брайаном. Что может не так пойти? Начинать смотреть в глаза я никогда не знала, смотрит ли... Я не знаю, знал ли Брайан, что я смотрю на него. Он даже знает... Он знает в том, что я здесь? Может быть, он знает, но просто не делает виду. Единственная вещь, оглядываясь назад, видимо, смущает мой разум. Я хочу оглянуться так сильно. Но что если точка, где, типа, начинается что-то прям тут? Я начала думать, что есть только единственный путь получить внимание Брайана. Это подняться на Колтон Хилл. Как я могу подняться так низко? Если я хочу шанс показать ему, что я чувствую, без какого-то шума на моем пути. Имеет значение, что случится следующим. Это даст мне какого-то рода близость и мир. Брайан супер всем нравится. Каждому он нравится все в нему. Они не могут перестать ему улыбаться, когда Брайан начинает говорить. Они делают... Они заставляют меня хотеть наказать их. Они улыбаются, словно у них есть какие-то отношения с Брайаном. И еще я... Только одну вещь я оставила с сломанным сердцем, когда он покинул Розен Пик. Брайан весьма был... Что-то... Хотел покинуть, чтобы стать звездным игроком. А, ну, типа, он решил, что ему нужно уехать, чтобы... Потому что здесь звездой он не станет. Брайану нужно было быть... Моделью. Ничего не говорила, выбери меня. В... Записи студента. Он просто не может... Взять... И уйти. А что с ума сходит? Это что? Это шприцы? Что это такое? Что происходит? Что все переломано? Подозрение в... Суицид подозревают в смерти пропавшего тинейджера. Девушка, 17 лет, что была найдена мертвая в Колтон-Хилл, покончила жить самоубийством, сказала полиция. Сэм Холт, перевевшийся студент, был найден пропавшим 6 дня спустя на Розен Пик. И нашли ее тело в лесу. В эти дни был тяжелый, сильный дождь. И ее смерть. Типа, была заведена расследование мисс Холт. Интервью с членами школьной активности и другими студентами. Говорила о том, что она взбиралась на Колтон-Хилл после месяцев, видимо, отказов на ее, не знаю, попытки чего-то. Она, видимо, не сильно была близка с другими, сказал один из ее учителей. Она была даже... Ну, типа, никто не заметил ее исчезновения. Она должна была работать все это время. Розен Пик Полис сказала, что падение не убило Сэм моментально. Возможно, просто что-то в воздухе сломало ее шею. А, типа, она сломала шею и прежде чем умирала, еще страдала. Теперь Академия разбирает факт подозревания других студентов. В смысле? Как это так? Типа, Сэм-то сдохла, что ли? Чего? А я тогда кто? Ох, чувак. Все пошло не так. Все мои чувства кричат в боли. Я даже не помню, как я что-то пила. Боль только... Изолировала момент, когда Брайан спросил меня, ты себя нормально чувствуешь? Нет, я не нормально себя чувствую. Почему Брайан спрашивает меня об этом? Я что-нибудь значу для него? Я пошла... Когда подошел Брайан, я чувствовала, что я затихла от затешения. Мне хотелось сойти с ума от счастья и милоты. Его слова, не мои. Очень быстро. Я была так близка, чтобы быть центром вечеринки, и что он отнес меня обратно в общежитие. Почему ты всего этого не помнишь? Поздравляю, Сэм. Ты теперь новенькая в этой жизни. Херня, да? Это все... Это... Как... И что из-за этого... Как я после этого... Как я умру? Я спросила Брайана, есть ли как где-то хорошее место, чтобы убить себя. Он сказал, может быть, сейчас это хорошее время, чтобы показать... Мне тебе дают секретное место. Поскольку я прошла тест, показывая, как школа отличается от меня. Как я отличаюсь от школы. Он на серьезных щах взял меня с собой в секретное место Colton Hill. Завтра я пойду в так называемое романтическое место в Розен Пик с Брайаном. Что-то в моей голове пробуждается. И это не просто зависание в смысле. Так, Сэм... Подожди. Сэм покончила с собой? Откуда стук? Сэм покончила с собой. А я, может, не Сэм. Сэм. Тут туалет какой-то. У меня вход в туалет. У меня глазок в туалет. Отчего? А? Ладно. Может, я Брайан? И я читаю записи Сэм? Ну вот она, Сэм. Он столкнул ее. Ну зачем? Ну зачем? Что это? Не понимаю. О май гад! Брайан реально взял меня на Колтон Хилл. В секретное место Брайана с прекрасным видом. На маленький городок. Место под золотым закатом. Лучшая часть этого места это то, что оно спрятано и небезопасно. Это не так просто подняться на этот холм, если ты беззаботен или пьян. Но кто может еще найти тебя в эти дни? Стать пьяным с таким прекрасным моментом не повлечет до собой никакого несчастного случая, я думаю. Мы шли около часа, но я почувствовала, как будто это была вечность. Я даже не помню, о чем мы говорили. Я помню, что... сказала, как прекрасен Розен Пик. И Брайан также сказал... насчет этого всего я уверена что ты видел вид и получше сегодня только отказ из-за чего я упала в настоящую сенсу вида холма со мной причина почему я занялась фотографии как хобби в первом своем первом месте также я сделала портрет брайана а не так как обычно его снимала из подтяжка когда я вернулась когда спустилась с холма все прояснилось что моя жизнь стала более беспрядочна сейчас я знаю потому что я реально хочу поговорить с брайаном снова скоро пожалуйста помоги мне побыстрее уснуть дневник с любовью сын браин секретное место брайана близко колтон сил где куча таких туристов поднимаются он мне показал как скрыться от мира рядом с ним никаких таких каких-то супер мест но прекрасный вид все наши жизненные проблемы колтон хилл я хочу чтобы это было наше специальное место наше и только наше полтон хилл еще ничего но гора с кровавыми подтеками воспоминаниях сейчас почему он разбил мое сердце почему у него так много друзей может это почему он хочет оставить все после того что я ему сказала им он не хочет быть вместе больше он думает это он был хорош на розен пик и я на него я была всего лишь фоном в этой картине типа он просто сходил и сходил а ее че проперла откуда звук ты не показываешь лица отчет о книгах был закончен сегодня и не могу думать о том чтобы спасибо откуда свет не тоже чего вот откуда камера надо читать то блин стой а когда читать я не могу думать о минглэт потому что мой дурацкий мозг думает что я какого-то рода главный персонаж дженни дима какое-то произведение говорит если взять все суммарно дженни одна из более ревнивых саботажных бунтующих девочек которая влюбилась михаэля я знаю это звучит ужасно без контекста но она довольно милая в конце она типа становится на вершину но михаэль находит что она уже все он рвет он разбивает сердце дженни говоря что он не не уверен кто она на самом деле вещи работают в конце но не так почему я симпатизирую этой психичке брайан он словно михаэль популярный имеет такие бицепсы весь такой занятой тусуется с людьми я не вижу что он хочет потому что все крики все шумы рядом с ним всегда шумно я знаю он хочет поехать в колледж но что если это просто скучная хрень что если есть ли вид людей вроде него думает ли он обо мне он сказал не о своей маме о том как она умерла от рака в прошлом году это должно быть очень тяжело пытаться посмотреть это показать эту сторону для всех кто тусуется рядом с ним иногда я чувствую что он не видит меня потому что он так занят пытаясь встретить как можно больше опыта я знаю как все вокруг нас может быть очень раненщим это опасно для нас очень сильно я желаю чтобы я могла сказать Брайану однажды что я здесь для него Брайан взял что он хотел в конце он оставил Розенпик и у него появился шанс а как что же для меня я была просто оставлена в этой дыре воспоминаний пока я тону в бесконечном кошмаре пожалуйста не оставляй меня каждый день каждую ночь я страдаю от шепотов шепоты мне лгут шепоты что едят мой мозг кусок за куском не важно как сильно я пытаюсь о боже я снова слышу его что у вас здоровые отношения у вас быстрый способ найти их да тейк для вас давать больше чем получать одержимая одержимая сильная форма любви а никто не имеет что он не имеет чего никто может иметь что ты кто-то может иметь то что у тебя нет наверное так брайан никогда не любил тебя ну да потому что ты самовлюбенный кусок дерьма нет все проблемы из-за тебя нет это все твоя вина нет результаты готовы а вам просто нужно закрыть глаза а теперь откройте сколько сейчас времени опять дышит мне в трубку мисс лэзи дала для нас легкую поэзию она сказала что это окей сделать пародию для класса в ритме ABCD ну короче детской песенки так я тогда отправила свою раннюю работу розы красные что-то цветочки синие моя жизнь давно уже нахрен не нужна сосет если она не с тобой называй меня Сэм Спир типа Шекспир только Сэм Спир а я ждала Брайана чтобы спросить попросить его о помощи с моей да с домашкой снова я решила сделать первый шаг в этот раз а я ждала пока он попросит и угадайте что он сказал что он хочет сделать ее один сказал что я параноик параноик но я беспокоюсь что я могу ранить гордость Брайана это все случилось когда Сэм открыла свой идиотский рот и использовала свой идиотский мозг я решила позаботиться о моем дневнике в моей сумке двери для девочек в женском общежитии так легко открыть не так легко как Стэйси но ты же понимаешь о чем я я думаю что одна из девушек использует компьютер чтобы взламывать двери кроме того это был такой странный это было бы так странно если бы кто-то прочитал мой дневник я решила не игнорировать это мне становится хуже я чувствую себя просто ужасно этот дурацкий город оставил мне огромную уродливую трещину в моем сердце и она становится больше и больше голоса что я слышу из трещины становится громче я вижу больше и больше глаз которые таращатся на меня когда я сбегу с этих мест есть только одно решение сейчас мои воспоминания чего-то скребутся из тьмы и я должна взглянуть на них из тьмы что? кого? кого? а что делать? а что делать? а он держал меня в теплоте а он держал меня в теплоте я типа восхищалась твоей улыбкой плохо я ничего не вижу я типа дышала твоим воздухом так но я возле кровати уже вон там потолке что-то есть словно бесконечные лучи солнце где можно меня как-то где я вот за счет имеет значение какое-то чего куда с приготовлением мембрайна на ремаче в hammerheads я однажды снова порадовалась что я могу дать ему руку помощи в не очень важной домашней работе я должна сказать что учитель здесь не давал бедным студентам перерыва после того как тест закончился я не очень хороша в помогании но брайан реально пытался очень сильно и у него были хорошие оценки я слышала что он не заботится о том о поступлении в колледж с тех пор как он практикуется в местном футболе и хочет стать местной звездой возможно его шеф полиции отец шеф полиции типа прикроют его ли еще что-нибудь такое это забавно как атлетическая модель вроде брайана получает друзей вроде кайла кто всегда находит упражнение не очень для школы к несчастью это так так долго твой ты звезда в спорте ты заканчиваешь в душе и не имеет значения кто ты я не говорю с кайлом слишком много но я не нужен диалог чтобы знать что какой он в конце концов его девушка стейси лэннингс он дал мне когда я чего-то прошла достаточно короче он напугал меня в тот день к удаче если стейси не проходила рядом и начинал чего-то зависать с брайаном в моей из моей лиги она не был кайл чтобы сыграть с ним так что кого вообще волнует кого она волнует спросить своего бойфренда о том чтобы тебя сводил придурочка имейте счастливую жизнь иметь отдельно счастливую жизнь так что брайан может подышаться подальше от вашего ядовитого влияния но мне кажется она слишком это а ура она судит людей слишком сильно по своим мыслям а это я что опять подышать мне надышали что а где фото а где фотки какие нахрен фотки да хватит не звонить и в туалете колледж а какого хрена ты улыбаешься я не улыбаюсь а что надо что-то было сделать надо было это как-то избежать а че сделать то надо нажми это осторожно сделай а то я типа сфоткала брайана куда ну прекрати да ну стой там опять это существо по туалетам ходит а что мне делать в очередной раз блин а она еще не одно блять нахуя надо было делать вот такие места у вас такая хорошая игра нахера просто нахера такая ну не знаю я не вижу я не знаю я это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, это была консультация в колледже Программы в спортивном зале сегодня И все постеры были по школе развешаны О том, что я должна была, короче, прийти Нет ничего лучше, чем того решения Что я решила посетить и потратить Мое прекрасное время после школы На читание брошюр Так же, как и в библиотеке Я была уделена тем, что увидела Брайана здесь Он был в ранней программе решений Тоже Я хотела поговорить с ним Но я убежала в другую комнату И запрыгнула в мою кровать А, в мою комнату И из ниоткуда Я начала плакать Я клянусь, это потому, что Это все дурацкое сердце Да, я видела, что Типа ранит снова Сейчас они идут в спортзал И я думаю, что Я Нарисую их Возможно Что-то про отношения Но правда в том, что Я желала только этих отношений Глубоко внизу Я знаю, что я хочу, чтобы мое сердце Сердце было на стенах Тоже Чтобы Брайан увидел О том, что я чувствую И чтобы то это все проникло в реальность Мне нет идеи Что может произойти через пару лет Я думаю, что останусь здесь В Розен Пик Но Брайан готовится уехать Здесь нет ничего для него Нет Брайана Нет сердец на стене Что ж Мой мозг порождает шторм Я просто Немного повру себе Надеюсь, что я Проснусь на следующей неделе Я просыпаюсь без пробуждения Еще одна дождливая ночь Моя безжизненная комната Бесконечный кошмар Моя жизнь ничто Но повторение Пробуждение Это ничто Нет ничего для чего бы жить Даже если есть ложная надежда Оглянуться назад во времени Долгое время Когда я приняла Мои чувства К Брайану Я думала Что все Изменится Но каждый день Все еще был Как каждый день Он все еще был Школьной звездой Я все лишь была его другом Когда ты живешь в Розенпик Люди Типа Ожидают вещей Которые Похожи друг на друга Если что-нибудь Изменится между нами То Тогда Это разрушит Брайана И все вокруг него Так что Вот как все идет Никак Изменения В моем Сожженном мире Не будет Я дежур Рассказать себе Возможно После выпуска Я буду Мне будет возможность Выразить ему Свои чувства Я Сожгу В огне Мое сердце Съем мысли Мою душу И тело Я называю себя Подонком Но я Выбрала Держать Немного Я могу Пытаться Наслаждаться Я была Бедным Ребенком Что Прятался Под кроватью Бедным Ты реально Хочешь себя Так назвать Я реально Жертва Этого всего Кто же Меня Судит В конце Концов Все закончено Все Оставили Меня Почему Я чувствую Словно Я Разбита Словно Кто-то Смотрит На меня Словно Кто-то Пытается Судить Меня Стэси Как Приглашение Происходит Она идет Или нет Она идет Чуваки Вроде нее Не могут Отказаться От вечеринки Мила Время Дать ей Ту драму Что она Очень хочет Я Стэси Я знаю Что я Использую Половину Дневника Написывая Стэси Какая она Сука Но она Просто Нестабильная Но сейчас Она просто Нестабильная Я не знала Ее в прошлом В ее первом Классе Когда я Видела ее Сумасшедшим Скайлом Слышала Что Она выстрела Что-то крикнула Вроде Я По горло Устала От этого Херни С тобой И После Перед этим Все разнося Вокруг Тогда она Увидела меня Я была Ее следующей Целью Она Тогда она Крикнула Это все Твоя вина Почему ты Не вернулась Черт В Сан-Диего А почему Я это сделала Она была Я даже Не открыла Перед ней рот Я повернулась К Кайлу Чтобы ответить Но он ушел А Когда я Об этом думаю Я Вижу Что они Зависают Но я Не знаю О всех Вещах Что Типа Происходит Брайан Ведет Себе Странно Тоже Он не Говорит Со мной Слишком Много Он Даже Выгляд Более Замкнутым Чем Обычно Я Пытаюсь Поговорить С ним Что Не Так Но Он Просто Коротко Спрашивает Меня Но Он Типа Обрезает Разговор Коротко Спрашивая Если я Позову его Прошлой Ночью Снова Я Могла Бы Дать ему Бланк В лицо Брайан Говорит Неважно И Уходит Что Насчет Всего Этого Что Он Значит Что Же Он Значит Снова Позвать Его В середине Ночи Без Причины Куда То Я Мечтала Об Этом Но Это Ничего Не Значило Я Просто Схожу С ума Мне Еще Два Письма От Писем Я Очень Устаю Я Вообще Запуталась Уже Что Происходит Это Все Из-за Нее Момент Что Она Пришла В Нашей Жизни Стал Был Такой Маленький Что Я Стала Начинать Наслаждаться Каким Крумблом Только Плохие Изменения Случились В моей Жизни Не И Значение Как Сильно Я Пыталась Защитить Городская Девчонка Спросила Как Стать Аутсайдером Вот И Все Что Она Была Во мне Блин Да Она Для всех Такой Была Но Тогда Я Видела Когда Она Что-то В библиотеке Тусовалась Я Ясно Не Видела Но Я могу Сказать Что Что Там Происходило Он Заставил Ее Улыбнуться Это Была Иная Улыбка Чем Мое Чувство Для Брайна Никто Даже Не Знает Какие Эмоции Я Испытала В этот Момент Тогда Все Изменения Тогда И Произошли Мне Все Это Не Понравилось Стэйси Это Тоже Не Понравилось И Она Никогда Не Оставляла Легкий Социальный Путь Для Для Нее Особенно Стэйси Что-то Начала Следить За Ее Дневником В тот День Она Фотографировала Входы И Отправляла Их Для Меня И Ее Банды Она Хотела Для Всех Чтобы Все Присоединились К ее Дурацкой Запутанной Детской Игре Дневник Не имел Никакого Значения Для Меня Я Читала О том Как Брайан Тусуют С этой Пиздой По Всему Городу Мне Не Было Интереса К Девочкам И А Он Не Умел Интереса К Девочкам И Сейчас Он Начал Туситься С Какой Аутсайдершей В этот Момент Я Устала Делать Ничего Я Знаю Что Нужно Что-то Сделать И Так Я Дала Стэйси Идею Это Было Очень Легко Чего-то Подсыпать В ее Алкашню И Что-то Что-то С ней Сделать Прокатать Ее По Городу Что Типа Мол Девчонка Городская Сошла С ума Под Выпивкой И так Дальше Тому Подобное Только Она Знала Своё Место Это Было Так Легко Если бы только Брайан Не сошел с пути Бумер Что Случилось С этой Стэфом В ее Напитке С ее Пьяной Жопой Не могу еще поверить Что Брайан Взял ее Забрал ее Оттуда Ладно Сучки Вроде Сэм Не заставят Каких-то Людей Чувствовать Сожаление Ты же Она Что-то Писала О своем Бате В ее Дневнике Клянусь Она Типа Нуждается В бате Я Знаю Как насчет Того Чтобы мы Показали Всем О том Какая Она Сука Звучит Весело Ну как Поставь Это мне Просто Прочитаю Ее Дневник Однажды И все Я Уже Немножечко Замучилась Читать На английском Я Не догонялась Что происходит Что такое Что происходит Так я Даже Не Стэйси Я Не Стэйси Я Вообще Кто Я Не Сэм Кто Я Кто Блять Я А я Даже Не знаю Как Обязать Что Случилось Утром Мои Руки До сих Пор Трясутся Все Началось С того Что Я Открыла Свой Замочек И Нашла Какую-то Хрень За пару Секунд Мой Мозг Отрезал Все Что Случилось Когда Я Наконец-то Посмотрела Вниз Там Были Куча Фотографий На Полу Все Это Были Фотографии Брайана С Какими-то Видимо Надписями На Них Это Все Было В Коридоре Школы Они Смотрели На Фотки На Меня И Тогда На Фотки Брайан То Что Там Был Его Лицо Смотрело На Он Даже Ничего Не Сказал Я Пыталась Типа Объясниться Перед Ним Сказать Что-то Что-нибудь Но Пол Начал Крутиться И люди Начали Шептаться Они Знали О том Что Происходит Воздух Становился Стал Душить Меня Я Начала Падать На Пол И Сбежала В Класс Конечно Стайси У нее Есть Что-то Чтобы Делать С Этим Я Посмотрела Нее Но Нигде Ее Не Нашла Остаток Дня Был Ничего А то Рост Мне Нельзя Было Смотреть Никому В глаза И Не Могу Снуть Брайан Не Отвечает Мне На Мои Сообщения Никто Не Хочет Со Мною Говорить Продолжай Говорить Что Ничего Не Было Между Вами Ложь Ложь Но Я Не О том Чтобы Верить Всему Что Нормально Ё В Моих Глазах Сэм Использовала Брайана Чтобы Заполнить Свою Грустную Пустую Жизнь Я не Позволю Этому Случиться Она Хотела Драмы Она Не Хотела Отчаяния Она Хотела Четкого Дерьма Она Не Получила И Начала Красть Жизнь Которая Она Мечтала Стэси Делала Все По лучшему Разряду Копалась В ее Секретах Она Отправляла Фотки Ее Дневника Для Меня Вот Так Как Я Нашла Вот Как Я Нашла О Ее Маленьком Путешествии В Колтон Хил Это Наше Было Секретное Место С Первого Года Старшей Школы Ее Присутствие Просто Все Не Звернуло В Ничто Как Брайан Мог Так Поступить Есть Только Один Путь Сломать Их На Часть Это Показать Брайану Как Какой Ужасной Она Была Я Читаю Эти Уродливые Слова Что Она Написала В ее Дневнике И В то же Время Я Чувствую Что-то Я Напоминаю Как Я Чувствую Когда Я Чувствую Это Напоминает Мне о том Как Я Чувствовала Когда Я Что Я Испытывала К Брайану Как Эти Чувства Верные И Ужасно Неправильные Кричать В Подушку Никогда Не Помогает Чувства Не И И И И И Нашла Ее Дневник Я Думаю Ты Принимаешь Все Слишком Серьез Ты Нашла Или Нет Я Думаю Она Знает Что Мы Следим За Ее В Комнатой Я Ничего Не Нашла Чувиха Я Не Думаю Что Ты Ты Не Думаешь Что Ты Слишком Стала Одержима Этим Разрывом Ты Еще Издеваешься Забудь Об этом Слушай Детка Может Брайан Может У Брайана Даже Не нравятся Девочки Я Сказала Забудь Так Устала Так Устала Так Устала Что То Школьный Руководитель Позвал Меня Сегодня Мистер Ферни Спросил Меня Если Слухи Это Правда Слухи О том Что Я Оставляю Рисунки Сердец По всей Школе Слухи О том Что Я Преследую Брайана И Короче Школа Должна Принять Меры Я Даже Не знаю Об этих Письмах Которые Зрисованы Сердцами И Брайане И Что Все Потому Что Там Есть Нецалы С И Б И Поэтому Ну Типа Наши Имена Начинаются На эти Буквы Поэтому Все Считают Что Это Мы Я Думаю Что Даже Самые Безумные Слова На Улицах Сэм Холд Дочь Чего Запретной Любви Как На земле Стэси Это вообще Нашла Моем Бате Почему Она Сделала Почему Она Просто Сломала Мою Жизнь И Где Блин Она Ты Знаешь Что Я устала Я устала Ждать От Брайана Что Он Выслушает Меня Я устала Смотреть На Слова Что Написаны Во всей Ситуации Не Могу Поверить Что Я Уйду Через Это Снова Домой И Скоро Брайан Пожалуйста Скажи Скажи Что Нибудь Так Я Собрала Вроде Все Теперь Я Вспоминаю Она Писала Что То О Ее Отце Возможно Что То Что Сделает С Ее Существование В моей Жизни Я Начала Копать Это Был Не Челлендж Кейт Холт Арест Арестованная За Сексуальное Домогательство Или Изнасилование Когда Будучи Подростком Это Было Прекрасно Я Нашла Идеальный Конец Мне Нужно Сделать Чтобы Чем Осполнить Остаток Истории Сэм Холт Зовет Брайана Из Своего Телефона В середине Ночи И Дышит Ему В трубку Так Отец Сэм Даже Не Был Женат Он Просто Нравятся Маленькие Девочки Разве Нет Может быть Мать Сэм Тоже Была Жертва Извращенца А Типа А Ее Отец Насильник Что-то Такое Сэм Холт Берет Делает Фотки Брайана И Спрячет Их В шкафчике А у Этой Девчонки Сэм Есть Яйца Все Говорят О Ее Отце Извращенце И о Том И она Все еще Показывается Классу Респект Сэм Холт Рисует Сердца По всей Школе Чтобы Все Знали О том Что Брайан Ее О боже Почему Сэм Холт Все еще Себя Не убила Если Б мой Батя Тоже Попадался В новостях Трогая Тинейджеров Я бы Сказал Пока Пока Мир И все В этой Ситуации Городская Девчонка С огромной Дырой Которой Нужно Заполнить Дыра Что Оставила Ее Милая Папочка Она Была Типа Изгоем И ждала Что произойдет Никто Даже Брайан Не думал Иначе Я Сделала Все Приготовления Чтобы Подтвердить Все слухи Которые Создала Стэйси Это было Непросто Я Сделала Фотки Брайана В Туалете Каждая Фотка Что я Делала Была Любовным Признанием Которые Я Никогда Не Сделала Каждое Сердце Что я Нарисовала Это Была Моя Жертва Для Него Когда Все Улики Были На Сэм Я Заперла Все фотки В ее Шкафчике Счастливая Случайно Что Брайан Был там И тоже Все Это Увидел Все Было Кончено Мысли О том Что Он Вернется Будут Нормальными И тогда Драма Стэйси Наконец-то Взорвала Мозг Скоро Ублюдок Мэйби Ю Кэн Возможно Ты сможешь Бежать Вечно Это Все Твоя Вина Снова А куда Мне А куда Мне Блин Я порой Не понимаю Что делать Я очень устала У меня устало Горло У меня нет Какого желания Разбираться Вот в этом Все Мусоре Открой Я Готова Показать Тебе Путь наружу С тем Дерьмо Что ты Что ты Сделала Для меня Ты Реально Думаешь Что я Не найду Как это Произошло Я знаю Ты Используешь Меня Чтобы Порвать Сэмом И Брайаном На части Так Они будут Они будут Стоять На твоем Пути Я Видела Что ты Что ты Начала Что ты Стала Звездой Колледжа Постеров И что Ты думаешь Ты думаешь Тебе 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 тоже Нравится Девчонка Что на Постере Почему Тогда Ее лицо Вечно Чего Тебе Нужна Помощь И больше Не звони Мне Стэси Я Еще Что-то Не Собрала Пожалуйста Чел Стаси Что-то Не так Она Не понимает Ни Хрена Все это Пранк Не более Пожалуйста Брайан Не делай этого Поговори Со мной Пожалуйста День Когда Стэси Сказала Брайану Что В последний День Он Поговорил Со мной Он Был Так Зол На Меня Он Никогда Не понимал Что Я Сделала Это Для Него Так На Него Похоже Так Похоже Снова Я Была Оставлена Одна Страдать Все Это Время Кто-то Должен Заплатить За это Встречи Со мной На Киил Че Шкафчик Ну что Мне делать С этим Шкафчиком Там Должна Быть Записка Вот Куда Ладно Не зайду Не Ладно Ладно Я ухожу Так Она Нашла Записку И пошла Ну в итоге Кто-то Ее Скинул Кто-то Кто Кто я Я не знаю Кто я Ждешь Кого-то Подожди Это Парень Я че Кейл Кайл Кайл Что ты Тут Делаешь Ты просто Не можешь Оставаться С ним Ты знаешь Что Он Не для Тебя Я Не знаю О чем Ты Говоришь Наши Жизни Сломаны Из-за Тебя Эй Не Подходи Что Все Это Время Я Я Кайл Я Кайл Я Люблю Брайна 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 Записка. Сжёг. Собственно, Сэм осторожно. Вот её дневник. Слышь, я... Кайл? Это крайне нестандартная влюбовная история. А что, я могу идти? Слышь. Чего это? Зажигалка. Я что-то делаю. Это был несчастный случай. Я её не убивал. Или, может, я убивал? Я убивал? Как... Да какое это имеет сейчас значение? Вообще, почему это вообще должно иметь значение? Я оставил свою команду так скоро, после того, что случилось в Колтыне. И после этого ещё и школу. Из того, что я слышал, Брайан принял приглашение в колледж. Он оставил город после выпускного. Как факт, он стал звездой атлетики с прекрасной записью в своём досье как с харизмой. Он вырос с идеей покинуть Розенпик с тех пор, как его мать умерла. Живя один с каким-то батей. И... что не помогал ему в его родном дом... городе. он взял его план как секрет. Он ненавидел внимание, но всегда вёл себя как звезда, после того, как потерял свою мать. Если бы люди нашли его план, то они бы стали об этом тоже говорить. Но он не подсказывал никому о том, что он уедет. И пытался так сильно игнорировать, что это для него что-то значит. Даже колледж-постеры по всей школе словно смеялись надо мной. Они сделали много веселья в моём нагнетении. Они словно все говорили, ха-ха, видишь, ты тоже умрёшь в одиночестве. Возможно, я это знал. Я знал, что Брайан... у Брайана есть интерес к Сэм, потому что она была девушкой без подсказок, новой девушкой, которая была достаточно одинока, чтобы что-то сделать. И любой парень для неё был хорош. Но я ревновал... Но ревность очень сильное существо. И он в острове заполонилось мой разум. Так ярость перестала... взяла контроль надо мной. Мне нужно было что-то, чтобы сойти с ума от других, чем Брайан. А, даже после того, как он оставил меня, ярость усилилась. Она охотилась за мной во сне. И каждое время я открывал мои глаза. И становилось всё хуже. И снова. И тогда я проснулся. Но что начало пробуждение? Как факт, я начал бегать кругами снова. Тогда... словно какая-то иголка... словно иголки застряли в моём теле. Я никак не мог забыть прошлое. На пару дурацких минут. Это была сровная история мисс Лейсли, которая нам рассказала об этом. Самая короткая хоррор история в мире. Последний человек на земле слышит, как что-то стучится в его дверь. Я живу один в моей комнате. Я живу один в этом мире. Что-то стучится в мою дверь. Я не знаю, кто это. Но я держу дверь закрытой. Никто не войдёт. Никто не выйдет. Я так устал. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Дайте мне проснуться. Дайте мне открыть дверь. Не имеет значения, что там меня ждёт. А... Но что насчёт дневника? Который напоминает обо мне. О том, как я жертва всего, что случилось. Я не знаю, как я сделаю это. Что сводит меня с ума? Это большой вопрос. Что ответить? Не знаю. А что ответить? Какой вопрос? Что-то сводит меня с ума, да. Нахрен. Я не сдамся после единственной вещи, что покинуло меня. Ничего не моя вина. Мне нужно идти ещё раз. Просто вырубить свет. Лечь в постель. Может, всё будет лучше завтра. Завтра стало реально лучше. Ух ты! Неожиданный поворот. Я могу выйти? Я могу выйти? А... Ну хрен там я могу выйти. Миф, может быть. Трорус. 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 Так. Играя с Юин Чой. Азиаты, короче, опять постарались. Честно говоря, я немножечко... не поняла истории. Но я точно поняла, что Кейл убил эту Сэм. Возможно, и он был влюблен в Брайана. Игра хорошая. Игра мне очень понравилась. Единственное, что я проходила ее залпом. Я немного устала. У меня очень сильно болит горло. У меня очень сильно все мутится в голове. Потому что очень сложно переводить английский в таком количестве. Уже подсередину ничего не понимаешь. Игра очень хорошая. В ней грамотно поставлены скримеры. И хорроры. Вообще идеальная игра. Очень хорошая. Мне очень понравилась. А на этом все. Обязательно подписывайся на канал. Ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok